Итак, дорогие друзья, всем добрый день. Я надеюсь, меня слышно. Да. Всем большое спасибо за присутствие. Сегодня мы поговорим с вами о старте Московской киберспортивной лиги, которая начинается у нас в ближайшее время. Но преждевременно мы хотим рассказать вообще, что было до этого. К чему мы стремимся и что осталось с нами позади. В прошлом учебном году мы начали свою деятельность непосредственно с городообразования, Московской международной форумы городообразования, где мы выстроили свою площадку по киберспорту, где представили четыре демонстративных дисциплины, где прошли маленькие мастер-классы, были созданы интерактивные зоны. Сам городообразование посетило более 12 тысяч участников московских образовательных организаций. И в дальнейшем мы стартовали первый свой турнир, который прошел в период с января по февраль месяц. Это новогодние соревнования по компьютерному спорту. Все дальнейшие дисциплины, их составляет пять больших турниров, они включали в себя шесть основных дисциплин. Это World of Tanks, FIFA, Kaliber, Hearthstone, League of Legends и Dota 2. Всего приняло участие порядка 20 тысяч участников. Общий просмотр трансляции составил более 4 миллионов. И охват упоминаний на сторонних ресурсах в СМИ составил более 250 тысяч упоминаний. С октября у нас стартует Московская школьная гиперспортивная лига. Мы в этом году собираемся ее полностью... Если мы в прошлом году проводили цикл мероприятий, в этом году мы собираемся сделать такой некий цикл школьной лиги, в которую войдут 4 основных мероприятия. Пятое — это будет финальным. И отдельным два мероприятия мы составили мероприятие для кадет и юнормейцев. Но прежде чем все это рассказать вам о лиге, мне хотелось бы предоставить слово Авдеевой Елене Владимировне, директору кибершколы со своим проектом образовательным «Киберосень», который уже стартовал с этого этапа. Да, добрый день. Я хочу вам представить наш проект. Ну, немножко о себе. Мы первая кибершкола, официальное государственное бюджетное образовательное учреждение, в образовательной программе которого есть киберспортивные дисциплины. У нас дети... Это школа для старшеклассников. Мы в этом году набрали 7, 8, 9, 10, 11 класс. То есть это программа основной образовательной школы, где есть киберспортивные дисциплины. Летом мы провели большой онлайн-лагерь, который назывался «Киберлета-2020». Посетил... С нами занимались более трех тысяч детей. Это школьники Москвы и школьники городов России. Сейчас у нас с 5 октября стартовал онлайн-лагерь, который называется «Киберосень-2020». Это тоже дистанционный формат. Всего 5 смен. Каждая смена состоит из двух недель. Соответственно, расписание сейчас выведено на экран. Следующий слайд, пожалуйста. Программа лагеря... Начинаем мы с 16.30 стартуют образовательные вебинары и мастер-классы. И в 18.30 до 20.00 идут турниры по киберспортивным дисциплинам. Лекции и мастер-классы ведут крупнейшие IT-компании, такие как Asus, NVIDIA, ClickStorm и преподаватели кибершколы. Следующий слайд, если можно. Спасибо. Здесь представлены как раз те компании и те направления, которые мы сейчас проецируем в нашем лагере. Следующий. Да. Где нас можно найти и как можно записаться? На портале mos.ru. Кибершкола «Киберосень-2020». Можно обратиться к нам на нашей официальной страничке cyberclass.mos. Ну, либо посмотреть наши социальные сети. Мы все свои новости выкладываем в Фейсбуке, в группу ВКонтакте, в Инстаграм, в Телеграм. То есть есть вся информация. И в том числе и на официальном сайте «Кибершкола» есть вкладка «Киберосень-2020». Сейчас уже более 500 детей подключились к онлайн-лагерю. В субботу, в воскресенье мы делаем повтор занятий. Те, кто не успели посетить, допустим, днем. А вечером, в субботу, в воскресенье мы проводим такие развлекательные турниры, семейные турниры, где могут принять участие не только ученики, но и родители. Ну, наверное, в целом, как бы это та вот небольшая информация, которую я хотела бы рассказать. И хочу поделиться такой новостью, что один из учеников вошел в профессиональную команду и будет представлять интересы не только себя, но и школы. Ну, это наша маленькая победа. Спасибо. Спасибо, Елена Владимировна. Так, а мы дальше продолжаем. Основную нашу тему разговора – это по старту школьной киберспортивной лиги. И мне хотелось бы предоставить слово непосредственно главному нашему специалисту по проведению данных мероприятий. Это Артибор Попов. Артибор. Добрый день, коллеги. Меня слышно? Да, слышно. Да, слышно. Да, слышно. Значит, по поводу цикла мероприятий Сергей уже озвучил о том, что в этом году запускается большой цикл. Он называется теперь Московская школьная киберспортивная лига. В себя она включает четыре основных мероприятия сезонных. Это осенний, зимний, весенний и летний кубок. То есть четыре больших мероприятия. В этом году отличаться будет тем, что, соответственно, будет сделан один большой финал, который пройдет в августе 2021 года, где финалисты всех четырех соревнований, то есть четырех сезонных соревнований сойдутся и выясним, кто из них самый, как говорится, сильнейший в Москве. По самому, по ближайшему мероприятию, которое сейчас стартует, у нас это осенний кубок. Регистрация у нас запустится в ближайший день. То есть завтра, как она будет проходить, я сейчас подробно объясню, какие дисциплины и как это все будет выглядеть. Значит, осенний кубок у нас, регистрация стартует в ближайшие дни, и сам турнир стартует в конце ноября. Мы даем больше месяца для регистрации участников, чтобы все, то есть в связи сейчас с мерами пандемии, с карантинами, с соответственными выходами ребят на дистанционку и так далее, чтобы все могли подстроиться, собрать команды, подготовиться к мероприятию. Мы даем побольше времени, больше месяца. Какие дисциплины будут присутствовать на данной лиге, чем она будет отличаться от предыдущих. Как говорил Сергей, всего было шесть дисциплин основных. В этом сезоне мы, соответственно, их расширяем до десяти. Добавится пять мобильных дисциплин киберспортивных, и, соответственно, будет расширен список дисциплин ППК. Основные изменения, которые уже появятся, мы заменяем дисциплину калибр. К сожалению, данная дисциплина очень тяжела к проведению, очень много с ней проблем, именно с самим проведением, потому что всего один турнирный сервер, потому что не созданы комнаты, нет возможности создать тренировочную комнату для участия ребят, или турнирную. То есть если кто-то с этим сталкивался, и с преподавателем, или с ребятами, они все это понимают, они знают, как это проходило. Поэтому она будет заменена в этом году на дисциплину Valorant, которая также по рейтингу 16+, по возрастному, которая более удобна в проведении, более, скажем так, сейчас популярна. По самой регистрации, как это будет проходить, мы решили для ребят сделать более уже привычную для них систему. Регистрация пройдет на портале, на сайте, то есть patriot.esports.ru, где и проходили предыдущие, соответственно, регистрации. Здесь вы видите проекты уже, которые проходили, соответственно, летний кубок, турнир победы, весенний, каникул сети. Здесь, получается, добавится сейчас, будет создана осенний кубок регистрация. Для того, чтобы зарегистрироваться, ребята будут заполнять обычную, понятную для них форму, будет выбираться округ, где обучаются дети, участники школы, и заполняется форма регистрации, то есть там будут поля в виде фамилии, имя, отчества, еще раз там школа, класс, название команды и там дополнительные данные, то есть логин и пароль для платформы. Регистрация будет максимально понятна, никаких будет проблем с ней не должно. Ребята подают заявку, после этого Московским центром патриотспорта будет отделом развития киберспорта будет проводиться проверка данных, что ребята обучаются в школах, то есть сверятся все это. И после этого ребятам придет уведомление о том, когда стартуют соревнования, и, соответственно, ссылка уже непосредственно на данную дисциплину, куда они зайдут и будут, соответственно, уже участвовать в соревнованиях. То есть ничего сложного в этом не будет, все будет понятно. На данном сайте будет выложена, соответственно, все дисциплины, которые будут, в которых ребята могут принять участие. Участники могут подаваться на несколько дисциплин, если они горят желанием. То есть если кто-то играет, грубо говоря, в доту на ПК, он может подаваться и также на мобильную дисциплину. Они будут проходить в разные дни, то есть не будет такого, что все дисциплины будут в несколько дней по такому же принципу. В чем будет в этом году дополнение, как бы в отличие от предыдущих регистраций, вот я сейчас вижу, вопросы задаются. То, что я говорил, будет четыре сезонных мероприятия, то есть осенний, зимний, весенний кубок. У нас дети проходили, все участники проходили регистрацию, то есть каждый раз на каждый кубок подавали заново заявки. В этом году мы будем проводить все это на одной платформе, и, соответственно, ученики, кто будет принимать участие в осеннем кубке, те, кто будут подавать заявки, на зимний кубок подавать заявки им уже не надо будут. Они будут внесены в платформу, и ребятам нужно будет просто, когда будет объявлена регистрация на следующий кубок, на зимний, просто зайти и уже, соответственно, выбрать дисциплину и принять в ней участие. То есть мы стараемся максимально автоматизировать весь процесс, чтобы ребятам было максимально удобно и комфортно участвовать, чтобы не подавать каждый раз заявки и каждый раз их, соответственно, там обрабатывать. Поэтому ребятам, кто будет участвовать в осеннем кубке, на зимний и на весенний уже, соответственно, им не надо будет подавать уже заново еще раз заявки. Вижу вопрос, как будем играть, если слабый компьютер или приставки. То есть смотрите, так как сейчас еще раз все переводится на большей степени, в большей степени из-за пандемии переводится на дистанционное обучение, то есть все ребята, участники, кто хочет принять участие, будут играть из дома и, соответственно, нужно будет играть на своих компьютерах. Если же у кого-то из учеников отсутствует компьютер, слабый компьютер и так далее, нет возможности играть в определенные дисциплины на компьютерах, мы специально для этого вводим мобильные дисциплины. То есть специально расширяем возможности, чтобы ребята, которые по какой-то причине не имеют компьютеров или не могут, но хотят принять участие, чтобы у ребят была возможность сделать это через мобильное устройство, потому что они максимально распространены и дают возможность ребятам поучаствовать. Будет большой выбор из пяти дисциплин. Да, все верно. Вот сейчас я вижу вопрос по поводу того, что если на зимний подались, то на весенний не надо. Все верно. Если вы подаете заявку и принимаете участие в одном из клубков, на следующий вам уже не надо подавать, вы будете просто находиться в базе платформы. Вам нужно будет просто авторизоваться, заходить и, соответственно, участвовать в следующем мероприятии. Вся информация будет на сайте Patriot eSports. То есть будет сейчас выложена, то есть обновлен полностью сайт, будет выложена информация по синему кубку, добавлены дисциплины, формы регистрации и описания. Регламенты по самим дисциплинам будут находиться на платформе, то есть у ребят будет возможно... Ну и также мы их продублируем на портале Patriot eSports.ru. Мы выложим, чтобы ребята могли заранее ознакомиться, посмотреть форматы, правила и все остальное. По поводу Киберкадет, я вижу, прям очень много вопросов задается. По поводу Киберкадет будет отдельная презентация, отдельная информация. Турнир будет стартовать в 2021 году, в начале, то есть это будет январь, и, соответственно, турнир будет проходить тоже два месяца. Скажу только то, что мы изменим дисциплину, добавим, их станет больше, их будет не три, и станет больше. И, соответственно, калибр из Кадет тоже будет заменен на другую дисциплину. На портале Patriot eSports.ru будет выложена информация о ближайшем кубке, который будет проходить. Это осенний кубок. На нем вы сможете увидеть все дисциплины, которые будут предоставлены. Их будет 10, как мобильные, так и ПК. Соответственно, вся инструкция и как пройти регистрацию, все это будет на портале. То есть ничего такого плохого не будет. По поводу презентации осенней лиги, можно сказать, что я завершил. То есть это все будет, я уже рассказал, как это будет проходить, на каком портале, и как это будет выглядеть. Соответственно, если у кого-то есть вопросы, можете задавать. Информация также по регистрации будет находиться в группе ВКонтакте Patriot eSports.ru Так, я думаю, на этом мы предварительно сейчас все закончим и перейдем к основным вопросам, которые у нас возникают. Первый вопрос, и самый важный, который, я не знаю, для детей сейчас возникает у нас, это почему не будет КС? Уже заспамили, наверное, весь чат. Еще раз подробно и, как говорится, популярно объясним. Это было, объясняли мы это и в начале данного года. Соответственно, дисциплина Counter-Strike является по возрастному ограничению в рейтинге 18+. Для того, чтобы ребята могли принимать участие, мы должны получить от ребят нотариально заверенные согласия родителей. Поэтому это представляет массу проблем, и проведение дисциплины с рейтингом 18+, не представляется данным возможным. Поэтому мы стараемся заменить шутер в виде Counter-Strike на другой, который подходит по возрастному ограничению, который имеет рекомендованное возрастное ограничение 16+, это Valorant, либо Warface 12+. То есть пытаемся заменить. Другие дисциплины, которые, я уже предчувствовал опросы, там Rainbow Sixth Age, либо PUBG и так далее, они также по рейтингу 18+, стоят. К сожалению, мы не можем их использовать в данный момент. У нас вопрос с Ютуба. Если у нас будет дисциплина Hearthstone, мы будем сражаться своими колодами, или нам будут что-то их выдавать? Да, по дисциплине Hearthstone сражаться своими колодами, объясню по другим дисциплинам, тоже насчет именно выдачи аккаунтов. Мы будем переходить на систему, где ребята будут играть на своих аккаунтах. То есть для чего? Когда выдаются по тем же танкам, выдавались турнирные аккаунты с открытой всей техникой, у ребят, скажем так, не было, наверное, можно сказать так, что не было цели прокачивать самим свою ветку и развиваться в этом. То есть мы видели, что очень много попадает ребят, которые мало играют в танки, то есть регистрировались, но мало играют. Для того, чтобы исправить эту ситуацию, чтобы больше ребят играло и больше тренировалось, и была красивее игра, мы, соответственно, будем переходить во всех дисциплинах, на то, чтобы не предоставлять аккаунты, а ребята играли на своих всегда. Скажите, а если на соревнованиях будет разница в уровне танков, то каким образом будет формироваться команда соперников? Разницы в танках не будет, потому что будет регламент, в регламенте будет описано, какого уровня, допустим, техника должна быть. Ниже этого уровня, соответственно, нельзя будет зайти. Если у ребят такой техники нет, то, к сожалению, они не смогут принять участие. Регламенты мы выложим в ближайшее время, то есть чтобы все участники видели, и у ребят будет время, будет немало времени, чтобы открыть нужную технику, и, соответственно, если у кого-то нет, дойти до нее. То есть если это, даже берем осенний кубок, это будет больше месяца для того, чтобы открыть эту технику. Но и в дальнейшем те же самые киберкадеты, которые в феврале начнутся, то есть там вообще времени, пожалуйста, несколько месяцев, чтобы это все реализовать. Ну, просто если вот, например, до девятого уровня, то, блин, без доната они не успеют. Ну, я примерно говорю. Нет, смотри, откуда. Если с первого уровня туда, если у кого-то четверки или восьмерки, то докачать там девятый уровень – это не такая проблема. Но еще раз говорю, смотрите, мы будем переходить к тому, чтобы ребята участвовали на своих аккаунтах. Соответственно, это не значит, что мы прямо сейчас возьмем и объявим о том, что никакой выдачи аккаунтов не будет. То есть осенний кубок, он будет в таком же формате, но постараемся именно в следующем году, то есть чтобы ребята начинали участвовать на своих. Ну, в любом случае, тренировки только на своих аккаунтах. То есть я просто общался с одним из участников. Тренировки, да, сто процентов. Да, я видел, многие дети пишут о том, что, пожалуйста, дайте аккаунт уже на тренировки. К сожалению, так это не работает. То есть компания Wargaming не может предоставлять на несколько месяцев, на полгода тысячи аккаунтов, для того, чтобы ребята тренировались. И опять же, если мы берем саму составляющую, то есть если мы хотим видеть красивые игры, если мы хотим видеть зрелищные бои и там реально тактику, то это добивается только одним, то есть одним это опытом в играх и в тренировках, то есть где это все отрабатывается. И когда ребята готовятся, тренируются на своей технике, да, и прокачивают ее, это набивается этим опытом. Еще один вопрос у нас возник. Будет ли в этом году War Thunder? Хороший вопрос. Смотрите, ребята, я уже вот делал презентацию по Московской киберспортивной школьной лиге, когда мы показывали дисциплины, там просто масса ребят писала, типа, где там Call of Duty Mobile, а где то, где это. Дисциплин много, дисциплин более 20, по которым можно проводить соревнования. Все мы включить не можем, то есть мы это делаем постепенно. Когда мы проводили первые соревнования в начале этого года, то есть кто говорил, новогодние были, киберкадеты, весенний кубок, на всех соревнованиях, то есть мы говорили о том, что мы будем расширять там список дисциплин и так далее. Вот сейчас это делается, то есть мы расширяем список дисциплин, вводим новые, добавляем мобильные, будем менять дисциплины ПК, будем следить за дисциплинами, Если мы увидим, что, скажем так, какая-то дисциплина не собирает много людей, и у нее не так много поклонников, она будет просто заменяться. И, соответственно, по вопросу именно War Thunder мы обсуждаем этот вопрос с самими разработчиками. Я думаю, что мы можем добавить, и как раз мы планировали отдельно сделать, у нас будет соревнование киберкадета, и отдельно будет соревнование к Леонармии, и включить именно туда эту дисциплину. Потому что очень много дисциплин, их так уже 10, и будет добавляться. Если мы сейчас добавим еще определенные дисциплины, то это будет большая нагрузка, и очень будет проблематично с проведением именно. War Thunder получается в следующем сезоне, то есть не на этот год, а планируется? В этом на осеннем кубке его не будет, но в следующем году, когда будут именно проходить киберкадеты, мы рассмотрим вопрос включения War Thunder. Именно в киберкадете. Пока, в общем, в танке, я понял вас. С War Thunder тоже масса моментов, чтобы вы понимали, мы общаемся с разработчиками, у них есть разные формы проведения соревнований. Можно сделать только авиационные бои, только танковые, совместные бои. Есть режим реалистичный, аркадный, то есть аркадный это с маркерами, реалистичный это без маркеров. Есть там, можно сказать, совместный режим, когда это все реалистичный режим, но с аркадными сделан, то есть когда появляются маркера на самой карте. То есть масса режимов, и мы пытаемся подобрать оптимальные именно для ребят, которые обучаются в наших учреждениях учебных. То есть для тех, кто в самого игрового комьюнити War Thunder, для них более понятны какие режимы, то есть такие, скажем, более профессиональные. Когда мы проводили каникулы сети, мы видели, что не всем легко даются режимы проведения в War Thunder. Поэтому мы подбираем и стараемся, то есть обсуждаем этот вопрос. — Скажите, а вот Блиц в февральском кубке у киберкадетов будет как дисциплина? — Это мы еще рассматриваем. То есть я скажу точно, что мы добавим мобильный дисциплин на киберкадет. Скорее всего, с большой вероятностью Блиц будет у киберкадетов. — Просто понимать их, тренировать сейчас на ПК, либо на мобильных, потому что реально у многих детей дома компьютера даже нет. — Да, я понимаю, мы, я помню, мы сталкивались с проведением киберкадета, я максимально помню все проблемы, которые возникали с тем, что отсутствует техника и так далее. Поэтому мы хотим добавить мобильный как раз, о чем уже говорил. И я думаю, что мы в ноябре сделаем презентацию именно по киберкадетам отдельно, по дисциплинам, по регистрации, по всему. Как это будет выглядеть, как это будет проходить и в каком формате. — Все ротеют за вопрос, будет ли Fortnite, и почему его не будет тогда? — С Fortnite также мы рассматривали и рассматриваем этот вариант проведения. Он, по большей части, именно консольный, то есть игра самая консольная. Сейчас идет, как вы, наверное, слышали и знаете о том, что идет пересменка консолей, то есть выходит PlayStation 5. И, соответственно, мы пока не рассматривали Fortnite включением в турнирные дисциплины, потому что хотим дождаться момента, когда устаканится вопрос с консолями, будет ли проблема к кроссплатформенности у консолей, то есть не будет ли движок на пятый отличаться движком на четвертый. Казалось бы, что этого не должно быть, но по опыту проведения с FIFA мы знаем, что на Xbox, на PlayStation FIFA 20, хоть она и одна, но играется она немного по-разному. Поэтому мы рассматриваем Fortnite, но я думаю, это, опять же, скорее всего, на следующий год отдельно включать в соревнования. Да, для тех, кто задавал вопросы, будет ли Brawl Stars, будет ли Clash Royale и Blitz, вы все это можете видеть на экране. Дополнительный был вопрос еще по поводу, на чем же, на каких консолях мы будем играть, на Xbox или на PlayStation? По консолям это будет PlayStation, оставим так же, на ней больше аудитории играет, она более распространенная, вот, и как раз по дисциплинам, то есть, если вы сейчас видите, FIFA 20 написано, то есть мы по, именно, примеру тоже мировых чемпионатов, которые сейчас проходят по FIFA, то есть большие крупные соревнования, мы решили не делать по 21 FIFA, потому что она только-только вышла, у детей 100% возникнет трудности с и приобретением, и не у всех она будет, поэтому соревнования именно по FIFA было принято решение оставить по 20-й, и основная консоль это будет PlayStation 4. Будет ли меняться дисциплина в дальнейшем? Как мы говорили, озвучивали, вы сами это сейчас видите, что количество дисциплины и их формат, он постоянно, то есть мы стараемся для ребят это делать, он постоянно меняется, то есть, да, мы в дальнейшем планируем расширять еще дисциплины, добавлять новые и сменять их форматы. Добрый вечер. У меня возник вопрос по Харсону. Именно Ладар или БГ тоже будет проводиться? Мы сделаем, скорее всего, в таком же режиме, как и было, то есть, где, то есть, УТ пока, наверное, не будем подключать, хотя это именно самый основной, там, турнирный вариант проведения по FIFA, вот, но пока, скорее всего, оставим, то есть, стандартный режим, как это было просто, то есть, в обычном режиме. Соответственно, все вопросы в группе. В группе ВКонтакте можете задать в группе ВКонтакте, да. Спасибо большое за конференцию, всем всего хорошего.